Привет, Гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. В этом видео посмотрим на графики по биткоину, по эфиру. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. А также я сделал твит, и он набрал 150 тысяч просмотров. Я вам покажу. Ну и давайте перейдем на графики прямо сейчас. Видео я записываю уже 4 года каждый день. Сегодня хотел отдохнуть и не записывать, утром были другие дела. Но затем решил все-таки сделать. Поэтому считайте, что не пропускаю. Открываем недельный график. Желтая трендовая линия. Многие, конечно, настроены на бычку, но падают торговые объемы. Стохастик снова разворачивается вверх. Может быть и закончилась уже коррекционная волна. Это первый импульс, затем коррекция, затем был следующий импульс, и затем коррекционная волна. И затем будет следующий импульс. Он будет меньше, чем предыдущий. Стохастик направлен вверх. Криптогурбот держит сигнал на покупку, который дал еще в феврале прошлого года. Этого бота можете получить на моих курсах по криптотрейдингу. Желтая трендовая. По ней биткоин идет вверх. Чик, оттолкнулся. Чик. А теперь он развернулся раньше. Я думал, что биткоин пойдет на 52. На 56-е биткоин опускался. Там я заходил в лонго. Затем биткоин вырос. И я закрылся. А теперь биткоин прошел еще выше. Поэтому можно было не закрывать. Но опять же, что меня беспокоит, это торговые объемы. Биткоин как-то держится на 67. Но падают торговые объемы. Так что я думаю, что это ложный пробой. Той трендовой линии. Так что будьте осторожны. Самый безопасный вариант зайти в биткоин, как я думаю, это 56 тысяч долларов. Там сильная поддержка. Сложно ее пробить. И скорее всего, там можно перезайти в биткоин на 54 тысячи. Но я думаю, что на 56 будет двойное дно. Может, конечно, биткоин поднимется и на 73 тысячи. И на 88 тоже возможно. Потому что перевернутая голова и плечи на графике. Единственное, это торговые объемы. Они падают. И это меня напрягает. Опять же, самый лучший вариант зайти в биткоин. На мой взгляд, это 56 тысяч. 56 600. Не забываем поставить стоп-лосс. И тейк-профит мы тянем на... Тянем его на 88 тысяч долларов. Откуда я взял эти 88? А перейдем на дневной, я вам покажу. Видите, здесь трендовая линия, которую я провел через бычку 21-го года. Одно касание, второе. Затем медвежий рынок идет к этой трендовой линии. Финальный импульс. И, возможно, идем на 88. И также здесь массивная чашка с ручкой. Но желтая трендовая линия, я думаю, что от этой трендовой линии биткоин должен оттолкнуться. Вот здесь биткоин опускался. Это были новости о Ирано-Израильской войне. Может быть, это и было дно уже на 56 тысяч. И я бы рассчитывал на то, что биткоин там нарисует двойное дно. Тем не менее, здесь перевернутая голова и плечи. Еще один вариант зайти в биткоин, это от этой трендовой линии. От недельной и месячной поддержки. Здесь тоже можно попробовать зайти. И это еще один вариант, откуда может оттолкнуться биткоин. 61 тысяча долларов. Стоп-лосс мы ставим ниже месячной поддержки. И тейк-профит тоже тянем на 88 тысяч. Вот и две такие торговые идеи. Я, наверное, поставлю такую заявку на 61 300. Но пока что напомню, что если вы хотите торговать вместе со мной, то под видео есть полезные ссылки. На Байби отрегистрируйтесь, получайте бонус до 30 тысяч долларов. Я сам торгую в основном именно на Байбит. Два, проходите мои курсы по криптотрейдингу, учитесь техническому анализу. И три, присоединяйтесь к моему телеграмму. Теперь я хочу поставить ордер на покупку на биткоине. Здесь у меня 619 500 долларов. Пока что никаких активных позиций нет. Но есть и два ордера на покупку. На 60 тысяч и на 56 500. Та заявка, которую на 60 я изменю. Поставлю на 61 тысячу. Зайдем на 4 биткоина по 61 тысячи долларов. И на 2 биткоина по 56 500. На споте также ордера на покупку. Биткоин по 53. Здесь тоже, кстати, надо исправить. На 1 биткоин зайдем по цене 61 тысяча долларов. Это на споте по 61 и... Что там еще? 61. 61.300. Стоп-лосс на 60.400. Тейк профит на 88. Ну давайте. 61. Сколько там? 61.400. 61.400. Упс. 61.400. На 4 биткоина. По 61.400. 400, да. На 4 битка заходим. И также тейк профит и стоп-лосс нужно поставить. Тейк профит у нас на 88 тысяч. Да что ж такое? Извините. На 88 и стоп-лосс. Куда там? На 60... Сколько? 60.400. Итого. Риск 4 тысячи долларов. На 60.400 стоп-лосс. 60.400. Хм. Нужно, наверное, плотнее поставить. Стоп-лосс на 61 тысячу. 61. Итого риск получается 1600. А заработать можно 106 тысячи 300 долларов. Подтверждаем. И этот ордер установлен. На 4 биткоина по 61.400. Ну, давайте исправим. На 6 биткоинов будем заходить. На 6 битков. Ну, и стоп-лосс я там тоже поправлю. После того, как активируется эта заявка. Потому что, я бы сказал, не совсем удачно. Я поставил... Пока что я его уберу. А там посмотрим. Короче говоря, в биткоин заходим по 61.400. На 6 биткоинов. И на споте. Давайте пока что посмотрим на другие криптовалюты. Давайте лучше на Теслу. Где можно было бы взять Теслу. Недельный таймфрейм. Желтая трендовая линия, от которой оттолкнулась Тесла. Даже если опустится Тесла, то как раз она опустится на эту трендовую. Получается, где-то на 144 можно подобрать. Это по Тесла. Покет. 13 центов. Где можно было бы взять Покет. Хорошая поддержка у Покета на 9 центов. На 12 центов тоже. У Покета поддержка. У меня там есть ордера на покупку. На 10 центов я ставил. Давайте, может быть, все-таки исправим. Возьмем на 20 тысяч долларов. По 10 центов. Подтверждаем. Будем подбирать Покет по 10 центов. Дальше. Биткоин. По биткоину прошлись уже. Что еще? Бенби. На Бенби вроде как бычий флаг формируется. И цель здесь 790 долларов. Безопасный вариант взять Бенби. Это... Если будет, конечно, пролив. То это было бы... Я бы сказал, что поддержка на Бенби находится вот здесь. 434. Здесь можно покупать с Бенби. Доджкоин теперь 15 центов. Объемы. Увеличиваются объемы. Это хорошая новость. Стохастик на недельном разворачивается вверх. Криптогурубот дает сигнал на покупку. Безопасный вариант зайти в Доджкоин. Это 12 центов. А у меня там что? Ну да, на 12 и на 10. Ордера на покупку у меня. Давайте тоже изменим. Увеличим количество. Возьмем 300 тысяч монет. По 12 центов. Буя. Готово. Ну что ж, на этом на сегодня все. Еще раз напоминаю, что под видео полезные ссылки. А, кстати, про твит хотел вам рассказать. 84 тысячи 800 фолловеров. Было 85 тысяч, но куда-то деваются постоянно фолловеры. Но этот крутой твит я хочу показать вам. Зацените. И я пишу такое. Безобразное расходование человеческих жизней. Человечеству должно быть стыдно за то, что мы докатились до этого. 155 тысяч просмотров. Я так рад тому, что мои антивоенные посты заходят. Живите в мире, ребята. Любите друг друга. Никогда никого не убивайте. Не причиняйте никому вреда. Помогайте друг другу. Когда вы кому-то вредите, вы вредите самому себе. Запомните это. Будьте добры к себе. Всех люблю, обнимаю. И увидимся завтра.